В заключение поговорим о здоровье. В Москве прошел первый конгресс по ожирению. Международный, как и проблема, уже признанная пандемией. Причины у нее разные. И не всегда дело в переедании. А в чем еще? И при чем здесь блогеры? Я хотел немного поправиться, потому что был худоват. 172 сантиметра. Когда я начинал свой канал, моя талия была 80 сантиметров. Добро пожаловать на мое кулинарное шоу. Он превратил историю набора веса в скандальное шоу. Каждый ролик американского блогера Никакада Авокадо набирает по несколько миллионов просмотров. Он ест и толстеет. Зрители, скорее всего, тоже перекусывают под такой вот контент. Последователей жанра видео переедания миллионы по всему миру. Короче, у нас сегодня на ужин рис, остатки сердечек, вот такая курочка. А между тем, статистика проекта Всемирный атлас ожирения прогнозирует, что к 2035 году лишним весом будет страдать половина населения планеты. В Москве прошел первый международный конгресс ожирения и метаболические нарушения. Врачи бьют тревогу. Более двух миллиардов людей на этой земле, то есть, по сути дела, треть населения планеты, страдает от избыточного веса или от ожирения. Есть даже такой термин – проклятие пещерного человека. Вот тот, живший в голоде, в холоде, живший, ну, в сущности, от мамонта до мамонта с копьем. Вот тот человек, он вот этому нынешнему живущему от чизбургера до гамбургера ушлет свое проклятие – избыточное, неконтролируемое накопление энергии. Ожирение в целом сегодня рассматривается как неинфекционная пандемия 21 века. Избыточный вес и ожирение фактически один из самых больших, если, наверное, не первый фактор риска, который влияет на состояние здоровья человека. В России от лишнего веса сегодня страдает 30% граждан. Число, так же, как и во всем мире, растет с каждым годом. Осложнило ситуацию и пандемия. Население меньше двигалось и больше ело. Каждая возрастная группа, каждый пол характеризуется достаточно широко распространенным ожирением. Но мужчины, как показывают последние данные, сейчас все больше и больше толстеют. Для женщин это возраст перехода в более старший возраст, когда репродуктивная функция уже ушла. Самая пугающая тенденция последних лет – ожирение детское. Причем проблема может быть как на поверхности. Много вредной еды, отсутствие спорта, жизнь в интернете, так и вообще не зависеть от этих факторов. Ребенок, еще не родившись, может уже иметь не только генетические факторы риска, а внешнесредовые факторы риска. Например, частота воздуха – это суперважный признак. Мама не доела, мама переела, мама неправильно ела белок, мама не ела железо, да, мало было количество железа в ее питании. И этот ребенок уже имеет фактор, который может предрасполагать к развитию ожирения. Вес – 51 килограмм в 4 года. Саша Позняков ел совершенно обычно, но его организм развивался аномально. Врачам удалось раскрыть этот секрет и обратить процесс вспять. На наше счастье никакой генетической патологии мы здесь не нашли, связанной с ожирением. Зато случайно нашли другое заболевание, которое редко выявляется у мальчиков в таком возрасте. Это не классическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников. Лечение и диеты дали результаты. Каша по утрам, в обед мясо и рыба на пару, суп на ужин и никакой еды после 18 часов. За полгода мы сбросили больше 15 килограмм. У нас вся семья сидела на диете. Первых три недели было сложно, потому что мама дай, мама дай. Приходилось оттерпеть, вместе с ним плакать иногда даже было и такое. Ну, ничего, а потом привык. Ивану 17 лет. Когда он обратился к врачам, весил 140 килограммов. Множество осложнений, преддиабетное состояние. С первого класса у меня был повышенный вес. Мы на этом не очень-то сильно обращали внимание. Но как я перешел в седьмой класс, у меня поднималось сильное давление, и я лег в больницу с повышенным давлением. Когда я училась, нам говорили, что второго типа диабета у детей нет. А это было лет 15 назад. Сейчас мы видим, что есть второй тип у детей. Соответственно, назначается специальное медикаментозное лечение. Но на ранних этапах это именно изменение образа жизни. Я бы хотел сбросить хотя бы до 70 килограмм. Хотела бы хорошо научиться играть в волейбол. Пожалуй, один из главных тезисов, который звучал на прошедшем конгрессе. Ожирение, болезнь и населению пора перестать закрывать на этот простой факт глаза. Врачи из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Германии обсудили самые последние способы лечения. Сбросить вес самостоятельно крайне сложно. Поэтому лучше всего не затягивать, не ждать всех сопутствующих осложнений, а обратиться к специалистам. Выпрямляем руки. Дарья 22 года и она проходит госпитализацию в московском центре эндокринологии Минздрава России. С ней будут работать не только эндокринологи и диетологи, но также психологи и реабилитологи. Зачастую переедание это своего рода защитная реакция организма на стресс или депрессивное состояние. Не знаю, но как-то само приходит, что ты начинаешь заедать и не ощущаешь этого. Я не могла получить эти эмоции положительные в семье. Получала от еды. Но бывают случаи, когда ни изменение образа жизни, ни уход от стресса не способны помочь. Выходом может стать бариатрическая операция. Уменьшение желудка и перестройка желудочно-кишечного тракта. И женщина 72 размера превратится в женщину 50-48 размера. Светлана после операции сбросила 50 килограммов. Отступил и сахарный диабет. Сегодня она не принимает инсулин и продолжает худеть. Я села на стул и сделала вот это движение. Я 30 лет мечтала сделать этот жест. С индексом от тела больше 40. Мы однозначно говорим о том, что похудеть, самостоятельно похудеть консервативно с помощью лекарств и удержать этот вес в течение сколько-либо долгого периода времени практически нереально. Если человек не смог сбросить 10 килограммов, когда у него был избыток 10, то сбросить 80, когда у него накопилось 80, уже маловероятно. Несколько проколов брюшной области и выписка через три дня. Маргарита просматривает фото пациентов после бариатрических операций и надеется тоже попасть в эту галерею. По прогнозу, в течение года она может сбросить 60 килограммов. До операции ей не помогало ничего. Худела килограмм на 20, бывало 25. Но как только ты бросаешь вот эту свою жесткую диету, ты через буквально месяц-полтора набираешь все плюс еще. И это трагедия. То есть это настолько больно и тяжело. Я стал худеть, я хотел, вот посмотрите. В эпоху интернета распространяется информация и о довольно необычных способах сбросить вес. Голливудские звезды колят себе диабетический препарат в качестве средства для похудения. Он притупляет чувство голода, человек ест реже и меньше. Также стимулируется выработка инсулина. В России этот препарат практически не найти на прилавках из-за ажиотажа. А со следующего года его перестанут поставлять. Российские фармацевтические компании нашли способ синтеза активного вещества и готовят к выпуску наши аналоги. Причем будут выпускаться как средства для лечения диабета второго типа, так и отдельное лекарство, показанное именно при ожирении. Клинические испытания пройдены, но нужно не забывать, что это рецептурный препарат со своими побочными эффектами. Он может быть назначен для борьбы с избыточным весом, но только лечащим врачом. Движение «Бодипозитив», популярное на Западе в последние годы, провозглашает «не стыдись своего тела, ты прекрасен такой, какой есть». Вот только западные медиа умалчивают о рисках избыточного веса. Диабете, инфаркте, инсульте, рассеянном склерозе и онкологии. Врачи же другого мнения. Не стыдиться своего тела хорошо, но мало. Нужно не стыдиться и обратиться за помощью, чтобы это самое тело спасти и банально продлить себе жизнь. Петр Дерягин, Дарья Рыбакова, Андрей Мелехов, Михаил Федоров, Анастасия Берестенко. Первый канал.